Хорошо. Поприветствуем Диму. Раз-раз. Работает вообще? Да, вроде работает. Всем привет. Меня зовут Дима. В принципе, презентацию готовил Федор Набрузов, поэтому я специально оставил его в списке, чтобы его лепта тоже считалась внесенной. Презентация посвящена обзору того, что было на Кагле в этом году, но я так думаю, что не все вообще знают, что... Есть кто-то, кто не знает, что такое Кагл? Кагл, в принципе? Нету. Отлично. Тогда я думаю... Есть кто-то, кто не знает, что такое Кагл, в принципе? Нету. Это уже хорошо. Я думаю, мы немножко, да, немножко опустим некоторые нюансы, но как бы они есть. На слайдах тут они есть, поэтому я просто их пропущу, потому что нет смысла их снова повторять. И перейдем сразу же к категориям. Просто свяжу в памяти, чтобы было потом понятно, по конкретным компетишенам, какая была цель каждого из них. Есть Getting Started Playground. В принципе, они для новичков, просто чтобы войти в курс дела, посмотреть какие-то простые датасеты и поделать какие-то простые модели. Есть React-based. То есть главное их не цель найти лучших и нанять их, соответственно. Такие были в этом году. Мы про них поговорим позже. Есть Research-based, когда просто компания, в основном это Google или похожий DeepMind, просто хотят стимулировать участников, построить какие-то алгоритмы, которые побьют существующие, которые уже используются. И есть еще Masters, точнее были раньше, они уже не существуют, Они были для такого узкого круга лиц, только для тех, у кого есть Master Ranking на Kaggle. В принципе, их уже нет. И обычные usual, то есть они называются как featured на самом деле, это те компетишены, которые в принципе публикуются компаниями, они имеют денежный прайс и у них есть Ranking Points. К Ranking мы тоже подойдем попозже. Если в принципе рассматривать Kaggle как средство заработка, то некоторые в принципе на нем так и зарабатывают, потому что общие пул прайзы варьируются от 5000 до 1500 конечно нужно понимать, что эти 1500 получит не один человек, а они разбиты на топ-3 или топ-5, но все равно это имеет место быть. И если говорить про компетишены в этом году, то самые топовые по сумме были passenger screening, Zillow's home value production и data science ball. Про каждый из них мы поговорим чуть попозже. Но призовой фонд в принципе впечатляет. Как по мне полтора миллиона, при том, что конкретно в этом компетишене участвует меньше тысячи человек по своим причинам, имеет место быть, чтобы просто попробовать. Также я думаю все знают этих двух ребят, в принципе кто участвует на кагле, это к вопросу о том, можно ли зарабатывать деньги на кагле. Я думаю, что если глянуть на количество выигранных имя компетишенов, думаю, можно. Это Станислав Семенов и Мариошка Казанова, они в свое время были оба в топ-1, сейчас они их уже подвинули другие люди, но количество выигранных имя компетишенов зашкаливает у каждого больше 20 золотых медалей, то есть это топ-10, просто топ-10, не процентов. И в принципе думаю, можно зарабатывать, хотя в целом, как по мне, количество затраченного времени на кагле компетишен и отдача денежная очень маленькая. Пойдем дальше по основатке компетишеном. Рассматривая кагл вообще как платформу, это также очень хорошее средство для многих компаний продвижения себя в принципе, потому что среди компаний, которые выстрелили свои компетишены, есть вот как Google, Cloud, Сбербанк, Quora, TensorFlow, как отдельное решение от Google, Instacart, Zill, про который мы тоже поговорим, Planet, это имеется ввиду NASA в сотрудничестве с Амазоном, Intel, опять-таки, миграционная служба США, про нее мы тоже поговорим. И начнем мы с Data Science Ball, это было начало этого года, наверное, самый такой нашумевший компетишен, многие про него видели, слышали, скорее всего, потому что многие за него пытались взяться и ничего не получилось. Идея заключается в том, что у нас есть изображение в формате D.com, сети это компьютерная томография. Есть изображение легких, сделанное под разными углами, и нужно по этим изображениям определить, есть ли там опухоль и злокачественная ли она. При этом нужно просто определить вероятность того, что есть ли там в принципе опухоль на этих изображениях. В принципе компетишен был, а, метрика, разумеется, здесь была глоклоз, потому что мы работаем, нам нужна эти вероятность. В принципе по комплексити Фред оценил его на 5 из 5, я с ним полностью согласен, потому что объем данных был после второго стежа порядка 150 гигабайт, и их нужно было как-то обрабатывать. Также хочу заметить, что презентация будет потом доступна всем в открытом доступе, мы не будем сильно углубляться в каждый салюшен, я думаю, кому будет интересно, все посмотрят. Но общая идея была такая, что люди использовали отдельный датасет Luna 16, это был другой компетишен до этого, в котором была цель определить сами nodules, это альвеолы, можно так сказать, конкретных легких, и они были размечены уже, то есть на основании другого датасета была построена модель, которая просто делала сегментирование, находила участки, где возможно есть потенциальный вот этот модул, и уже потом после этого другая модель, вот RCNN, хотя нет, здесь они использовали RCNN, но это был один из подходов, после этого уже делалась классификация, вот был training cancer classifier, ой, сорян, и к примеру, я когда пробовал тоже делать этот competition, я уже в конце, когда были все публикованы, пробовал его классифицировать просто обычным G-boost, но в принципе там что-то да получалось, но это точно не лучший подход. Я думаю, все, кому будет интересно, смогут потом посмотреть все эти решения в презентации после доклада. дальше то же самое где-то в это же время был опубликован другой competition от YouTube, от Google. Идея была в теге, нужно было просто сделать классификацию под дегом видео, и competition был тоже очень сложный, потому что, во-первых, была своя метрика, global average precision, то есть в принципе там, конечно, Google опубликовал функции TensorFlow, как ее можно автоматически высчитывать, но это было только для Python. Кто работал, допустим, CR, им было не так просто. Им нужно было вписать свой с нуля. И здесь все было очень сложно, как по мне, потому что нужно было работать с клаудом, потому что данные все находились в клауде, их нельзя было выкачать, нужно было использовать их решения, которые есть в Google Cloud платформе. И топовое решение, оно состояло, блин, из таких вот пунктов. Я даже я не знаю, я не специалист в работе с изображениями, поэтому я просто даже не буду здесь заострять сильно внимание. Я думаю, те, кто знают, потом могут нам объяснить. Кстати, я думаю, мы могли бы устраивать этот доклад в виде дискуссии, и поэтому, если вот сейчас кто-то участвовал в этом компетичном, я думаю, мог бы дополнить. Кто-то вообще участвовал в этом компетичном в этом году? Хотя бы кто-нибудь смотрел этот компетичном в этом году? Да. Там теги, по-моему, были, лейбл. там просто получилось так, что взяли… Да, можно повторить микрофон, чтобы… Да, я говорю, что это соревнование, там не было никого компьютер-вижена, там были признаки, экстракчены уже гуглом, и все, кто делали, все, кто его решали, они решали его как просто сдачу классификации, и все. То есть доступа к видео не было? Нет, было видео, но никто не занимался, потому что обрабатывать его все было уже сделано всевышним гуглом. Вот и все. Ну, на самом деле хочу просто подметить, что конкретно в этом компетичном и не было много участников, если так посмотреть, исходя как раз из сложности задачи, если решать ее вот как вот тут описано в Best Solution, который был опубликован на самом Кагле. Давайте пойдем дальше. Я хочу немножко рассказать про этот компетичный, потому что конкретно я его пробовал делать, он был посвящен классификации типов рыбы, сделанные фотографии на лодках, на рыболовных лодках. И здесь тоже была задача Computer Vision, метрика была Multi-Class Log Loss, но проблема, на мое мнение, была в том, что было очень мало фотографий, и они были сделаны в не самом хорошем качестве, некоторые были сделаны днем, некоторые были сделаны ночью. и Best Solution был сделан следующим образом, это уже опять-таки опубликованный после окончания самого компетишена, то есть идея была в Single Shot, как он называется, Single Shot Multi Box детектор построенный, чтобы просто опять-таки найти зоны, где находится сама рыба на фотографиях, и уже потом, я так понимаю, на кропах с конкретной рыбой делалась классификация. Но изображений было очень мало, насколько я помню, там для каждого класса было от 300 до 2000 изображений. и конкретно я, когда делал его, я просто кормил все в ЭГГ-16 только с меньшими размерами пула и все. И в принципе у меня там получилось, что-то в топ-6% я вошел вот с таким обычным фейс-ролльным решением. Опять-таки, кто-нибудь участвовал в этом компетишене? А можно туда расскажите? 15 место заняла модель, если вы просто предсказываете там 6 классов, вот из трейн-сета берете дистрибьюшн и субмитите. Для всех имиджей, ну то есть, вот одинаковые абсолютно, и это заняла 15 место, ну то есть, чтобы понять, что немножечко был крейзи, дейтасет, то есть, да. Да, это, кстати, ну, я на самом деле Фред оценил как самый крейзи от Мерседеса датасет, но мы к нему подойдем еще ближе. Хотя я согласен, что тут, я тоже помню, что когда просто делался обычный sample submission, там получалось скор выше, чем если кто-то делал свою модель. Так что, такой, своеобразный был компетишен, но с точки зрения сложности он был не сильно сложным, потому что данных было не сильно много. Другое дело, что была проблема с предпроцессингом. Кто-то еще что хочет здесь добавить? Можно? Ну, я не знаю, что именно ты имел в виду под предпроцессингом. Мне больше всего, что не понравилось, собственно говоря, в этом компетишене, да, это датасет, и в определенный момент мы немножко двинулись и решили, там реально небольшой, нормально его разметить. Собственно говоря, мы решили, я уже не помню, мы вначале смотрели, по-моему, на тестовый, ну, вот этот кусок, а потом мы решили посмотреть хотя бы на трейн. Оказалось так, что в трейне очень много неправильно размеченных данных. Я уже смог отличать к какому-то моменту определенные виды рыб, и было такое, что, например, они обещали, что на каждом изображении должна быть одна рыба, ну, то есть один тип рыбы. у них бывало два, бывало три, и это никого из них не скучало. Я с тобой согласен, и если помнишь, там еще был второй этап, они сделали специально второй этап, что те, кто размечивали руками и за оверфитили на трейне, они все равно потом улетели очень вниз на тесте. Да, и там с лодками, да. Ну, блин, мир не идеален. Ну, да, в принципе, те, кто смотрел, те, кто видел, те ощутили прелести. Да, мы пойдем чуточку быстрее. Следующий компетишен был довольно интересный, забавный, он был посвящен морским котикам, не, морским львам, ну, они такие, тут котик на самом деле изображен. И идея была только в том, что нужно было посчитать количество котиков на изображениях, сделанных на снимках высокого разрешения, сделанных со спутника, и определить не только количество, но еще к какому полу и типу они относятся. Взрослые это дети или вообще младенцы. И тут был только один этап, в принципе, тоже был довольно сложный, потому что был очень большой датасет, и он был, изображения были большого разрешения. Топовое решение ребята также самое сначала сегментировали, находили участки с котиками с помощью юнет, потом экстрактили эти вот кропы по 240 пикселей, и уже после этого тренировали, что там они тренировали. Скорее всего, я думаю, что они в любом случае тренировали какую-то еще сверху нейронную сеть, чтобы просто задетектить конкретного котика. Но в любом случае, кому-то будет интересно, я думаю, посмотрит конкретно по ссылке в описании самой презентации. Опять-таки, просто у кого-то были какие-то впечатления, озвучите по поводу этого компетична, кто его пытался делать. С квадрокоптера, да, с квадрокоптера, наверное. Потому что было довольно близко, с квадрокоптером. Идем дальше. Следующий. Один из самых спорных компетичнов, опять-таки, я думаю, кто-нибудь, многие уже прочитав название его вспомнили, был он посвящен медицинскому направлению. Нужно было работать с изображениями, сделанными для сделанными ну, там были изображения женских да, скажем так, хорошо. Делались изображения женской матки, и нужно было просто определить по изображениям, какую тип личиня необходимо предпринять для того или иного изображения. В принципе, участников было не сильно много, потому что спорные эмоции вызывал просто просмотр таких фотографий. Но на самом деле задача очень важная, потому что, если так подумать, очень часто женщины сталкиваются с такими заболеваниями, и решение ее действительно потенциально важно для всех. Опять-таки, лучшее решение было… А, они вообще выбирали изображение ручками, я так понимаю. И снова только построили сеть, я думаю, кастомную на Ressnet 152, Ressnet 161. И как-то так. Я думаю, Игорь, вы участвовали. Нет? 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 Нет, просто я помню с Олегом какой-то вы делали, нет, Панечевым? А, Олег в этом участвовал, да? Понятно. Ну, Олега здесь нет, он нам не рассказывал. Ну, как обычно на кагле все и делают, в принципе. Да, понятно. Я говорю, как обычно в основном все делают на кагле, имею в виду. Идем дальше. Quora. Quora сегодня поднимала движение, я не думаю, мне смысла на ней сильно заостряться. В принципе, просто заметим, что топовое решение имело только 300 плюс фич, и там было очень много стакинга, там, в принципе, мне кажется, намешали всего, что только можно. И опять-таки, я думаю, здесь точно кто-нибудь его делал, кто-то может рассказать про свои впечатления от Quora, кроме Жени. Никто больше Quora не делал в этом году? Не пытался? О, так расскажите какие-нибудь свои, может, в простой, в двух словах и проучек. Ну, на самом деле, это был очень интересный competition, если бы не Data League. На самом деле, это было и NLP-шное соревнование, и было много интересных подходов. За месяц до его конца люди поняли, что там есть Data League, и в конце все соревновались в его большей эксплуатации, поэтому на самом деле тяжело сказать, победили ли там NLP-шные модели, либо из-за того, что Quora допустила ошибку при создании дейтасета, но статистика показывает, что в 50% кагливских competition есть Data League, поэтому, поэтому для меня Quora она была интересна, потому что там можно было сделать, работали нейронные сети, много было фич создать, но борьба из-за Data League как бы все свела на нет, так что это основной вывод, к сожалению, Data League может портить все. Вы делали его, нет? В двух словах просто, мы послушаем быстрее. Впечатление. Впечатление и что вы делали? Впечатление. Ну, как обычно на Кагле. Я понял. Спасибо. Мы ускоримся, потому что времени у нас мало и просто я пройдусь по оставшимся. Competition от Сбербанка, посвященный классической задачи предсказания цен на недвижимость, был довольно популярный, потому что датасет был сравнительно простой. Было очень много пустых значений, но он был небольшой. И было очень много участников. В принципе, как обычно, победил Boosting. Идем дальше. Самый спорный Competition за, наверное, не только за этот год, но за всю историю Кагла от Mercedes-Benz, посвященный задаче регрессии. Нужно было предсказать время, за которое проходят тесты на заводах, проходят тесты при разработке автомобилей. сколько занимает каждый тест по времени. И проблема была в том, что он был очень зашумленный. И было всего 4 тысячи, если я помню правильно, было всего 4 тысячи тренировочных и тестовых сэмплов. И они были все заанонимизированы. И, во-первых, там был опять-таки дата-лиг, а во-вторых, был очень большой шейк после того, как опубликовали Private Leaderboard. Люди, в принципе, там падали, поднимались на тысячи позиций. Я думаю, многие вот тоже в этом году смотрели и с этим всем столкнулись. Идем дальше. Instacart Market Basket Analysis. Это competition был посвящен предсказанию по сути товаров, которые потенциальный покупатель может приобрести на основании его истории покупок. И сложность заключалась в том, что дата-сет, в принципе, был не сильно большой. Ну как? Все было сравнительно большой. Требовалось очень много памяти, чтобы обрабатывать все фичи. Их было довольно-таки много. Я столкнулся, когда пытался его делать с тем, что мне 32 гигабайт памяти не хватало в принципе. Фред написал. У него было 64, и у него было очень так впритык. Я думаю, он бы рассказал об этом всем подробнее. Он там сравнительно, по-моему, в то 50 он, по-моему, вошел. Кто смотрел, то, в принципе, знает все минусы и плюсы этого competition. Как обычно, в принципе, описание решения, они тут есть в презентации. Идем дальше. Зилус, Home Value Prediction, опять-таки, задача предсказания стоимость недвижимости, только при этом призовой фонд уже тысячу, миллион двести. дата-сет не сильно большой, но очень много разных фиш есть, и в принципе, нужно смотреть. Я не буду застрять внимание, я его конкретно даже не открывал, но, возможно, кто-нибудь его смотрел детально и уже в конце на нашей автопатии сможет рассказать, кому будет интересно. Passage Screening Challenge это competition от миграционной службы США, и его идея заключается в том, чтобы по изображениям, по снимкам определять зоны на части тела, где могут быть потенциальные опасности. Нож, спрятанный пистолет, еще что-нибудь. И задача компьютерного зрения, почему он спорный, потому что США, все-таки competition правительство, они поставили условие, что призовой фонд может получить только жители США, соответственно, ranking points так же само. Это отсеяло очень много участников и, в принципе, вызвало довольно большой бадхерт в трейде в обсуждении своего competition. Соответственно, участников не сильно много, и я думаю, от этого пострадает и качество конечных результатов. Web traffic time series for casting задача от Google, она была research. В этом году Виталий Краченко как раз-таки занимался ее решением с нашим клубом. Я помню точно, что Женя Терпиль довольно хорошее получил там место. Он, по-моему, даже об этом тоже рассказывал. Задача заключалась в том, что нужно было определить трафик на Википедии, веб-трафик. И дальше. Карманный matchmasking challenge. Идея заключалась в том, что нужно определить, отрезать границы для фотографии автомобилей, то есть убираем фон, оставляем только саму машину. Задача компьютерного зрения. В принципе, задача средней сложности, хотя мне сложно судить. Я думаю, опять-таки, кто участвовал, сможет потом всем рассказать более детально, чтобы не занимать время. New York Taxi Trip Duration. Задача посвящена была определить длительность поездок для такси в New York, но это был kernel-based competition, то есть выигрывал не тот, кто лучше скорр получил, а тот, кто сделает красивее визуализацию. PortoSeguro Safe Drive Prediction. Это буквально недавний competition, закончился, наверное, пару недель назад. Идея заключалась в том, что есть у нас данные по клиентам, они анонимизированы о страховой компании PortoSeguro. И нужно определить вероятность того, что клиент подаст страховой клейм. То есть, грубо говоря, попадет ли он в аварию. Довольно такая интересная задача, особенно для страховых. И там тоже были свои нюансы. Во-первых, было очень много участников, там под 6 тысяч, но было, соответственно, и много читеров. В итоге оказалось, только осталось 5200. И очень многие тоже использовали Data League. То есть люди просто ручками расшифровали, к каким регионам относятся те или иные записи. Их там всего в Бразилии или в Аргентине не так уж и много. И это уже дало какой-то буст их моделям. И, как обычно, все выиграло модель побольше настакать. Хотя было LightGBM, кстати. А, еще один маленький нюанс. Я вот заметил, что конкретно для этой задачи было действительно высокие значения регуляризации для LightGBM. То есть я использовал, я просто подбирал параметры с помощью BIOS, и там что-то порядка десяти он мне подобрал лямбду для LightGBM. Что опять-таки говорит о том, что были данные такие себе. CDC discount image classification. Задача компьютерного зрения. Задача просто crazy, потому что у нас 5000 классов, и нужно делать классификатор для 5000 классов. На основании, по-моему, полутора сколько там изображений. 15 миллионов изображений 5000 классов. я даже не знаю, как вообще это делать. Идем дальше. Те, которые сейчас текущие, существующие, это Rapid Restaurant Visitor по кастинг. Центрартная задача Time Series. Нужно просто определить, в какие дни, когда будет сколько потенциальных посетителей в ресторане. Она сейчас только в процессе, буквально недавно стартовала, можно потом посмотреть. От статойла довольно простой компетишн. Есть снимки со спутника и нужно просто определить это айсберг или это корабль. Он, кстати, вот только закончился, по-моему. Еще, еще идет. И Corporation Favorita Grocery Sales это тоже сейчас текущий компетишн. Да, Steel Progress. Если я правильно помню, с перчиком. Да, да, это ошибка в слайде. Там идея другая. Там идея в том, что нужно предсказать цену на самом деле по описанию товаров. И в чем прелесть этого компетишна, что он kernel based. То есть тебе нужно сделать это не то. А, вот Mercury, да. Это Mercury. Это мы дойдем. Я перепутал. Значит, здесь все-таки нужно forecast product sales. Обычный time series. и там 1600 дней в прошлой данной объективной штабной игре. Я думаю, здесь не 4 из 5, здесь можно стать и 5 из 5. Да. Да. То есть там типа трейн это что-то есть миллион. чудесно. Также заметим в этом году был playground competition по определению по кусочкам текстов кто автор того или нового ужастика. Довольно простой. И вот я хотел застрить внимание на последнем на Mercury price suggestion challenge. Это kernel based. У нас есть описание продуктов. И нужно на основании описание продуктов и их классов. Классы спортивного оборудования, компьютеры и так далее, как в любом интернет-магазине. Определить его потенциальную цену. И плюс его в том, что он kernel based, то есть здесь не получится сильно много застакать. То есть код должен зараниться внутри Kaggle в течение одного часа. В принципе дат ой. Блин. А нет, все нормально. Датасет не сильно большой. И я думаю здесь выиграет именно не застаканная модель, а та, которая будет давать лучший перформанс. На этом все. Прошу прощения за занятое время. Прошу прощения.